Сегодня 31 августа, день ветеринарного работника. Такие сотрудники есть и в исправительной колонии номер один. Там их профессиональный праздник совпал с так называемой выводкой собак. Подробности в нашем репортаже. На площадке одновременно пять собак. При этом тишина. Голос без команды служебные собаки не подают. В колонии их задача охрана и контроль всего, что проносят на территорию. Раз в месяц кинологическая служба колонии проводит так называемую выводку. Это своего рода показательное выступление или даже экзамен для четвероногих. После осмотра первое задание – полоса препятствий. В идеальной форме должны быть не только собаки. Всю дистанцию кинологи проходят вместе с ними. После полосы препятствий собаки показывают профессиональные навыки. Они должны быстро обнаружить запрещенные вещества, обезвредить преступника. И главное – вовремя остановиться, когда получат соответствующую команду. Всего в колониях и изоляторах Чувашии служат более 150 собак. Это караульные, разыскные, собаки-спасатели и собаки-щейки. Успех в обучении и тренировке собак во многом зависит от состояния их здоровья, говорят специалисты. Так что в составе кинологической службы обязательно должен быть ветеринарный врач. Я люблю с животными, я люблю общаться с животными. И они меня понимают, я их понимаю. Если, например, животные болеют. Животные болеют, заходишь, заходишь к животным, это животные сразу тебе в глаза смотрят. Средний срок службы собак – 10 лет. Потом – заслуженная пенсия. Чаще всего в качестве уже домашнего питомца у своего инструктора. Ольга Пырочкина, Егатерина Карпова, Андрей Спиридонов, Республика.